Мы находимся в селе Неданчичи, Черниговской области, где территориально располагается бывшее складское хозяйство Чернобыльской атомной электростанции. Поступила с сегодняшнего утра информация, что непонятная группа лиц пытается вывести и демонтировать огромный металлический ангар, который находится на балансе Чернобыльской АЭС. Моя зовут Олег Копич, я замглавы громадской организации, громадская мэрия Славутича. Проезжая по этой улице, то есть это не доезжая по особный хозяйству, это еще не дальше, Репинского района. Обратил внимание, что стоят машины, две газели были, они уехали, я не мог препятствовать выезду, и машина, которая загружена металлом полностью, и свален ангар, то есть буквально еще в четверг он стоял. Бригада приехала с Козельца, а вообще фирма это по всей Украине работает, то есть они официально приехали. Я Сибашвилий Сергей Миколаевич, 4 числа 07-го месяца на заправке ОКО со мной встретился человек Миша на Белой Вологе. Предложил демонтировать ангар, я пророчуя на предприятии Украинский центр начальником цеха. Подставили просто Михаил и Сергей, как они их фамилии не знают, но это после опознания, я не хочу говорить, но они готовы их опознать. То, что они обрисовали, это бывший замначальника Славутского отделения полиции Броварского, это Михаил, и второй тоже самое, Сергей, которых новый начальник милиции привез сюда, привлек к работе. Вечером мы созвонились, я ему говорю, предоставь мне, пожалуйста, свои документы, что ты властник цього ангару. Так как он сказал, что в понедельник он предоставит мне документы по акту приема-передач, у нас, когда мы принимаем металлолом, выписываем акт приема-передач и проплачиваем деньги по безналу. Он сказал нам, что предоставить свою людину в пятницу. Мы приехали в пятницу в 10.20 сюда, я набрал Миши, Миша прислал своего доверенного человека, Сергея, он присутствовал с нами до 5 часов вечера и давал указинки по демонтажу. Как оказалось, никакого договора нету, все, хотели они по акту приема-передачи в понедельник это вывезти и дали мне телефон. Телефон также позвонил, есть записи, телефон их разговоров, вот, звонок был от Михаила, он сейчас в Чернигове работает, в УБЭПе, по-моему, БОП, я не знаю, как сейчас полиция называется, вот, что, не торопитесь, в понедельник мы все порешаем, все решим, давайте не поднимайте шум-то. Звонили в Славуковскую полицию, они нет, чтобы позвонить, прекратить эти действия, приехать самим, вызвать в полицию репок. Я думаю, что были поступлены туда звонки, если кто-то хочет разобраться, он может проверить эти звонки, чтобы они сюда не ехали, потому что было обращение через пожарников, через пограничников, чтобы вызвали. Даже когда был третий звонок, как бы, люди как будто были не в курсе. Большой ангар металлический стоял, они просто его снесли, вот, на машинах видно, несут стойки, шевелера, вся крыша, то есть, что вошло, все, все сломалось, то внизу. Сейчас связывались с Чернобыльской атомной станцией, по ихним оценке, около 30 тонн, плюс-минус. Оценивать сейчас, да, это металлолом, это 4 гривны. Когда объект, который, как мы понимаем, сейчас, Чернобыльская атомная станция, все, свои все объекты пытается передать городу, и мы понимаем, что это имущество могло потом сдаваться в аренду или как-то эксплуатироваться, когда оно передастся, то, что часть объекта в городе, на промбазе, Чернобыльская станция передает городу. Мы понимаем, что это потери, которые мы несем. Также стоит дальше здание бетонное, которое, слов ребят, они попросили вот это разобрать, потом то сразу, становиться на тот объект и разбирать тот объект. Меня зовут Константин Джалалян, я депутат городского совета города Славутича. Резюмируя все действия, в общем, был составлен протокол полиции, репкинским отделением полиции. На данный момент изымается автомобиль, на котором размещены вещественные доказательства, совершенные преступления. Дальше ждем следствия и ждем адекватных результатов. Нам было принято решение, что мы будем отслеживать это проваджение или дело, которое будет по этому ангару до самого конца. Мы не хотим, чтобы пострадали невинные, то есть мы понимаем, что да, они где-то не доработали, не проверили все документы, не заключили договор. Обращаюсь к вам с просьбой о помощи. Так как мы столкнулись и мне сказали сегодня по телефону, то есть эта запись есть, я вам тоже отправлю, что я не с теми связался и ты понимаешь, что эту систему нельзя побороть, вот я вас прошу, помочь нам побороть эту систему.